Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это династия Стекелленбурга. Вы смотрите 224... нет, 225, 225 серию. Добро пожаловать! К нам в гости пришла Лили. Но она, конечно, пришла не сама, ее пригласил наш маленький Даррен, потому что мы ее совершенно случайно встретили в спортзале, когда все наши Стекелленбурги решили пойти в спортзал, чтобы немножечко подкачать свои фигуры, чтобы сбросить лишние килограммы, и там совершенно случайно, а может быть и не случайно, проходила Лили. Да, может быть она там была не случайно, она там специально подстерегала Даррена, но в любом случае мы ее встретили, давайте мы присядем с ней и поболтаем возле елочки, потому что все-таки скоро Новый год и пусть они посидят возле елки. Практически все наши Стекелленбурги спят, все, кроме Эйприл, потому что у Эйприл, в общем, все нормально с потребностями, я решила дать ей задание побегать, в общем, пусть Даррен... Даррен, не я, не я, ни в коем случае, я же хорошая, я никого ничего не заставляю делать. Это Даррен попросил позаниматься спортом нашу Эйприл, чтобы она дальше сбрасывала свои лишние килограммы. Мы включили ведро, да, непременно ведро должно быть включено, тогда будет все хорошо, это знак. Если ведро работает, значит все нормально. И давайте дадим им... Ну, стоять, Лили, давай вернись, пожалуйста. О, боже мой, Селесточка пришла, ребята, она одобряет этот выбор. Она говорит, сыночек, я как чувствовала... Так, давайте у Селесточки узнаем, как прошел день. Она говорит, сыночек, я как чувствовала, что пришла Лили и решила вас посетить. И давайте мы с ней пообщаемся. Конечно же, я хочу, чтобы они все вместе пообщались. Вообще, я бы хотела... А Лили, блин, кокетливая стала. Так, все, выключаем ведро. Ведро выключаем. Вообще, я бы хотела, чтобы Даррен сам пообщался с Лили, но... Но, блин, пришла Селеста, ей как-то неудобно. Селеста, ты что, ушла уже? Блин, она ушла. Ну, ладно, этих призраков фиг поймешь. То приходит, то уходит. В общем, пошел Даррен общаться с Лили. Мне бы просто, честно говоря, хотелось, чтобы он пообщался одновременно тогда, в таком случае, уже и с Селесточкой, и с Лили, чтобы они посидели таким семейным кругом. Давайте пусть они все вместе присядут, да, с мамой, пусть общается, с девушкой со своей общается. Давайте поднимем ей настроение и попросим их тогда всех присесть, посидеть, поболтать возле елочки. Ну, а Селесточка, правда, как чувствовала, что придет Лили и решила поговорить со своим сыночком, потому что мы все знаем, что Лили всеми руками, ногами, я не знаю, головами за Лили. Она ей очень нравится, они даже одно время жили вместе. Вот, ну, в общем, да, такие у нас дела. Решил у нас Даррен пригласить Лили, и тут же Селесточка. Тут как тут вообще? Я хотела сегодня романтическую какую-то ночь, но, видимо, с Селесточкой никакой романтики не получится, потому что она детям не даст этого. Она, конечно, не со зла, но она будет просто всю ночь болтать, потому что она очень устала. Блин, Селесто, я хотела романтику, ведро даже включила, но с тобой, в общем, с тобой не получается. Кстати, елочка-то включена, елочка горит. Блин, елочка не горит. А, вот, все, да, елочка горит. Выключить, да, елочка горит. Блин, ну, как-то, честно говоря, не особо-то видно, что она горит. Вот, да, видны какие-то огонечки. Ладно, елочка, в общем, горит у нас. Селестик, может, ты пойдешь, я не знаю, там массаж попросишь, чтобы кто-то тебя сделал. А мы с Лили как-нибудь продолжим наше общение вдвоем уже. Давайте, наверное, мы поцелуем Лили. Блин, ну, я не знаю, Селест, ну, иди отсюда. Нифига, она не даст им покоя. Ладно, будем тогда, ребята, общаться дружелюбно. Не будем особо-то романтику делать. Хотя, мне кажется, Селеста очень рада. Она говорит, дети, я рада, что у вас все получается. И, в общем, говорит, приглашайте меня на свадьбу. Но, о, боже мой, Эйприл какая грязная. Но зато похудевшая. Я надеюсь, что похудевшая и постройневшая, чтобы Джареду понравилось. Дело в том, что свадьба, скорее всего, будет не у нас дома. У нас вообще дома в нашем ни одной свадьбы еще не было. А вот, знаете, это плохо. И, возможно, когда-нибудь я устрою свадьбу именно дома и ночью, чтобы пришли наши призраки все. Но, скорее всего, не в случае с Дарреном, потому что я очень хочу следующую свадьбу устроить в Винденбурге. Там есть такой замок, такой лабиринт. В общем, в этой локации есть даже арка. И там такое романтическое место. В общем, я решила, что следующая наша свадьба, а именно свадьба Даррена, я не знаю, на ком он женится. Может быть, это будет Лили, может быть, это будет Амелия, может быть, будет Виктория. Мы посмотрим. Но я обычно жду, знаете, знаков от судьбы, то есть от Симса. И вот мне, знаете, показалось, что сейчас Селесточка, правда, знак дала. Мы совершенно случайно встретили... Андрюша идет. Мы совершенно случайно встретили Лили в спортзале, пригласили ее домой. Но если бы мы встретили Амелию в спортзале, то мы бы Амелию домой пригласили бы. Если бы мы встретили в спортзале Викторию, то мы бы ее пригласили, но мы встретили Лили. И, в общем, пригласили ее в себе, и только они присели. Как же тут, как тут появилась Селесточка. Селестик, ну иди вон с дедушкой своим пообщайся. Он там с компьютером сидит. Ребят, давайте... Пусть они делают разные романтические все-таки действия. Все, Селеста пошла скорбеть. Мне интересно, она, наверное, пошла скорбеть по себе. Давайте, наверное, мы наших молодых, влюбленных отправим куда-нибудь, я не знаю, в романтичное место. Куда-то более... Не романтичное, а более какое-то уединенное, чтобы они могли вдвоем побыть. Но тут, наверное, как-то холодная ночь, зима. Давайте мы их отправим в сауну. У нас тут тоже замечательное место есть. Да, здесь хорошее местечко. Давайте мы их сюда переместим. Пусть тут посидят, поговорят. И, в общем, да, пусть они побудут здесь, чтобы им никто не мешал. Хотя, мне кажется, что Селесточка, если захочет, достанет их и там. Так, Селесточка пришла скорбеть, да, Вилли. По Вилли она скучала. Или по лорочке, бог его знает. Да, наверное, даже по лорочке, не знаю. Ну, в общем, тетю свою вспомнила. И Эйприл пришла прадедушку своего вспоминать. А прадедушка где-то у нас тут ошивается. Эйприл, иди-ка ты, дорогая моя. Ой, подождите, ребят, сегодня Эйприл работает? Или нет? Сейчас я... Через 4 часа ей на работу. Нафига же я ее мучила и заставляла заниматься спортом. Боже мой, ей надо выспаться хорошенько. Давайте нашу Эйприл отправим спать. Кстати, я повесила фотку с Джаредом, которую мы сделали совсем недавно, когда были у него в гостях. Вот, чтобы она смотрела на эту фотку. Кстати, вот ударно в комнате есть фотография с Лили, фотография с Амели, фотография с Трейси, фотография его мамы и папы, и фотография его маленького с мамой. И, кстати, нет ни одной фотки с Викторией. Видите, он там непонятно чем с ней занимается, но только, блин, я не знаю, ну не фотографируются они, это точно. Пусть наша Эйприл, ребят, идет, высыпается, потому что я хочу сегодня отправиться с ней на работу. Давненько мы уже там не были. В общем, жалко, что так, правда, очень, очень, блин, как-то одета наша Лили. Давайте мы оденем тогда обычную одежду Даррену, а то он, правда, ходит слишком налегке. И я не знаю, нужно им ведро или нет, или они у нас так смогут страстно поцеловаться. Давайте пусть они у нас тогда поцелуются. И вообще, мне кажется, замечательная пара. Они, кстати, у нас парень и девушка. Ну, ребят, как хотите, но, по-моему, это был знак, то, что пришла Селесточка. Я знаю, что фанаты Амелии в меня уже бросаются чем-нибудь. Ну, не знаю, я еще подумаю, но буквально, наверное, еще пару серий, и, конечно же, нам придется сделать свой выбор. Вот. Ну, а пока у нас, кстати, по-моему, не было еще ни разу в уху с Лили. Это большое упущение. Поэтому давайте мы это дело будем исправлять и отправим их заняться в уху. Да, ребенка мы пока зачать не будем. У нас, кстати, есть место, и мы можем переселить уже к себе Лили. И, честно говоря, мне это очень хочется сделать. Но я еще не уверена на 100%, что его женой станет Лили. Поэтому я не буду нажимать, хотя мы уже можем ее к себе поселить, потому что Блейк умер, и место теперь есть. Ну, не знаю, в общем. Я пока вижу знаки только со стороны Лили. Она очень часто к нам приходит. И именно вот как она из всех трех девушек больше всего к нашему Даррену Лили проявляет все-таки инициативу. Она чаще всего в гости приходит. Она ходит мимо нашего дома. И вообще как-то она, конечно же, очень его любит. Я думаю, что она его любит больше, чем любит он ее. Ну, вот так. Ну, а вот наш Даррен, конечно же, я хочу сказать, что он больше всех уделяет внимание, наверное, Виктории. Ну, посмотрим, как будет дальше. Но все-таки нужно поскорее заканчивать. И... Ну, что это вы не идете в уху делать? Ну, кошмар какой-то. Давайте их в кровать, что ли. Может быть, ведро надо? Да, наверное, ребят, без ведра никуда. Сейчас я ведро клонирую на низ, потому что у нас там нет ведра. Давайте мы еще одно ведерочко возьмем. Надо будет тут поставить какую-то тумбочку потом, чтобы было все красиво. Включим мы эмоциональную атмосферу. И идите уже, в конце концов, делайте в уху. Потому что, ну, реально, вы уже... Какой возраст уже у тебя, Даррен? Лилита молодая еще, но, Даррен, ты-то уже взрослая. Кстати, Лилит, наверное, тоже уже скоро повзрослеет. Потому что, наверное, да, уже скоро ей взрослеет. Я просто даю им действие заняться в уху. Я надеюсь, что они пойдут в кровать. И в кровать все-таки к Даррену, в его комнату. Хотя вообще, наверное, можно на кровать нажать. Да, теперь можно аж на кровать нажимать. Я забыла. Давайте переместимся на второй этаж. У них поболтать. Блин, нет у них действия в уху. Ну, что ж такое? Давайте вот так мы сделаем. Пусть они идут в кровать. И пусть там, в общем, наконец-то займутся в уху. Так, проснулась уже наша старушка. Проснулась наша Андрея. Блин, так вообще непривычно, что они бабушки. И пошла сразу скорбеть. Да вот дедушку своего, я не знаю, обними что ли, попросить денег. Не будем мы денег у него просить. Мы его поздравим. Блин, ребята, ну это кошмар какой-то. Вы помните, год назад, в декабре, я не помню там какого, какая-то была серия. Ну, Андрюша уже был призрак. И он к нам на Новый год в прошлом году тоже приходил привидением. Прошел год, и он, я помню, тоже был зеленый, и потом был фиолетовый. Видите, ребят, прошел год, а ничего не меняется. Как елка стояла, так и стоит. Как празднуют в Стокеринбурге Новый год, так они и празднуют. Как Андрюша был призраком, так и остался. Прошел год, нифигашеньки не изменилось. Во, наконец-то появилось у них действие в уху. Все отлично. И потом они даже будут болтать. А давайте посмотрим, что делает Эйприл. Эйприл, я тебя прошу, пожалуйста, тебе на работу скоро. Доработай ей два часа. Ну ладно, пусть она тогда покушает. И пусть, наверное, она присядет к своей маме и к своему прадедушке. Ну, что-то не захотела. А, Андрюш, ты куда? А, все, шесть часов утра, и он от нас испаряется, уходит, потому что ему пора. Ну, давайте тогда Эйприл посидит, пообщается со своей мамой. Давайте, я не знаю, просто поделимся с ней секретом и расскажем, что... Пусть Эйприл расскажет, что ей на работе нравится один молодой доктор. И вообще она встречается с Джаредом. Ну, короче, пусть там с мамой поговорит, потому что давненько они не общались. Да, вот скажи, расскажи, представляешь? Говорит, мне там такой доктор симпатичный, но только я прихожу на работу, он сразу уходит. Что же это такое? И Андрей ей говорит, давай, доча, лучше сфоткаемся. Так, и не, надо все-таки нашу Эйприл, наверное, хорошенько покормить, чтобы она шла на работу сытая, потому что в больнице там нам будет совсем не до кормежки. Проснулся Дастин. Дастин, доброе утро. Сегодня суббота, поэтому вы с Глорией в школу не идете. Но, к сожалению, я утром вами управлять не могу, потому что пойду на работу вместе с Эйприл. Поэтому я надеюсь, что вы будете себя вести хорошо. Где наша Глория? Глория уже проснулась и смотрит телевизор. Кстати, ребят, я же не показывала. Вот такую я ей пижамку выбрала, голубенькую. Ну, что ты мнешься? Иди давай в туалет. В общем, кошмар какой-то. А как там, кстати, наш Даррен? Ой, они тут... Они что, до сих пор в уху делают? Кошмар какой-то. Это же сколько можно? Мы уже, по-моему, давно они начали. И, наверное, делают раза три-четыре. Фух, кракозябля. Кракозябля, наверное, тут в шоке. Говорит, что это такое? Кракозябля, все нормально. Возможно, это будущая жена Даррена. А может быть и нет. Мы посмотрим. Да, она безумная такая же, как и Зелесточка. Такая же Лежебока. Вот у нее такие же, ну, очень похожие черты характера. Ну, а мы, ребят, с вами отправляемся в больницу вместе с Эйприл. Итак, на всех парах, со всех ног бежит. Я не знаю, вообще, правда, что бежит со всех ног. Блин, второй этаж вечно глючит. Бежит наша Эйприл в больницу. Мне кажется, что она хочет увидеть здесь доктора этого. Или я хочу его увидеть. Господи, да перестань ты больница глючить. Ну, короче, облом. Здесь сидит какой-то полулысый мужик, еще и усатый. Нет нашего... Как его звать-то? Я уже забыла. Видите, как долго мы его не видели. Что я забыла даже, как его зовут. В общем, обиделась наша Эйприл. Она увидела, что нет того симпатичного паренька. На Д его зовут Дерек. Да, Дерек, вроде бы, его зовут. Я уже забыла. Сама создавала и сама забыла. У нас Юлиана немножко постарела и немножко заболела. И Эйприл сразу же решила ее вылечить. Потому что у нее уже поставлен диагноз. И, ребята, вы знаете, кто доктор в этой больнице? Сейчас я потихонечку вам все расскажу. Сейчас все увидите. Нам нужно еще проверить температуру. Взять мазок. У кого мы можем проверить температуру? Здесь симы какие-то. Вообще, мы их никого не знаем. Короче, ребят, Мия, Мия доктор. Вот как это вообще происходит? Объясните мне. Совсем недавно она была в этой больнице медсестрой. А сегодня она уже здесь в роли доктора. Такое бывает или нет? И вообще, почему такое происходит? Если она была медсестра, она что повысилась? Я думала, что симы, которыми мы не играем, они не продвигаются по карьере. Но, видимо, не так. А вот тот молодой доктор, которого я создавала, я ему специально карьеру доктора выбрала, чтобы он работал днем и чтобы он общался с нашей Эйприл. Но что-то он вообще не ходит на работу. То сразу же приходил, уходил, как только увидел, что наша Эйприл приходит. Типа он в ночную смену работает. Да, Эйприл? Вообще, какая-то вообще невезуха. Что это такое? Симпатичный доктор. А нас избегает. Может, ну его нафиг. В общем, что-то странное происходит. Ладненько. Нам нужно померить температуру, поприветствовать трех пациентов и взять мазок. А также нам нужно двух пациентов вылечить, чтобы получить повышение. Давайте будем выполнять эти задания. Я вообще надеюсь, что придет кто-нибудь знакомый, кто-нибудь заболевший. Это кто? Это у нас... О, боже мой, это мальчик. А это, случайно, не ЗАГ? Нет, это Леонид Фадеев. Это пацан из нового города Винденбурга. Ну, давайте, наверное, его проведем на койку. Больного я такова. Вот. И вообще займемся пациентами. В общем, Эйприл как-то не везет. Сегодня что-то не получается у нас романтики с этим доктором. Ну, никак. Видимо, все-таки Джаред наша судьба. А доктор какой-то странный. И он нас, видимо, избегает. Так, ладно. Давайте мы тогда будем выполнять задания, которые у нас здесь нужны. Потому что мне хочется все-таки, чтобы Эйприл у нас стала хорошим врачом. Ой, у нас Трейси заболела. Давайте мы пойдем... А, мы не под привет... Давайте мальчика поприветствуем, который идет сюда. Сейчас мы ему сразу скажем привет. И проверим у него температуру. У нас диагноз, я думаю, что Эйприл еще поставить не сможет. Потому что она у нас какой еще? Плохой очень доктор. Совсем даже не доктор. Поэтому мы там можем только померить температуру. Давайте померяем температуру и взять мазок. Ну, давайте у кого-нибудь другого тогда возьмем мазок. А у мальчика померяем температуру. Воу! Эйприл успешно выполняет обследование. По результату получены хорошие результаты. Но для чтения необходимы еще данные. То есть пока, конечно же, по таким данным диагноз мы поставить не можем. О, передать из действия пациента. Давайте, может быть, мы его передадим. А как мы его? Надо на доктора, по-моему, нажать, если я не ошибаюсь. Ладненько, давайте мы пойдем приветствовать Трейси. Потому что она все-таки вроде как родня наша. Что нам нужно взять? Давайте мазок. Возьмем у Трейси мазок. Вообще, я хотела ее поприветствовать. Но чего-то этого действия нет. Блин, нет действия приветствовать. Это что, если я знаю Сима, я не могу с ним поздороваться? Это вообще как-то обидно. Давайте тогда с Трейси пообщаемся. И попытаемся ее передать. Не бойся, это всего лишь мазок. Все нормально. Передать, наверное, нужно нажать на доктора. Так, Мия, где ты тут лазишь? Медсестра бывшая, которая внезапно стала доктором. Душевный разговор. Во, передать пациента. Передать пациента. Давайте мы ей передадим Трейси. Пусть идет ее лечит. Пусть она что-то анализирует здесь. Давай, иди занимайся пациентами. Они там все больные, все без диагнозов. А ты у нас типа крутая такая. Иди давай, передать пациента. Я ей даю действие передать, а она чуть не передает. Эйприл, ты куда? А, вот она идет доложить. Говорит, доктор Мия, иди вылечи. Говорит, непонятно чем болеют. Всякие приходили заразные. Надо их быстренько отсюда нафиг выфутболивать. Так, поприветствовать трех пациентов, анализировать образец. Давайте мы проанализируем образец, который мы взяли у Трейси. Может быть мы узнаем, чем она болеет. Смотрите, мы Мии передали пациента, а она ж нифигашеньки не делает. Лентяйка такая дальше, продолжает сидеть. Небось читает что-то совсем не по медицине. Да, видите, присматривает себе новый дом. Говорит, перееду, я куплю себе машину. Ну, я теперь это самое, говорит, я теперь, говорит, крутая, я теперь врач. И, в общем, не, куда-то идет, куда она идет, давайте посмотрим. Не, она идет снова к анализатору. В общем, вообще обнаглела. В общем, она точно присматривает себе новый домик. Говорит, переедем мы с Маркосом, будем жить себе, поживать. Потому что я теперь врач, и мне теперь много платят. Ну, только чтоб тебе много платили. Надо же работать, наверное, а не только вот ерундой страдать. Так, уже практически проанализировала. Че это на такое грустное настроение из-за злобы других? Кто-то злой в этой больнице разозлился, разозлил нашу Эйприл, она расстроилась. Так, мы проанализировали образец и приветствовать трех пациентов. Ну, че вы, я вас не знаю, не хочу я вас приветствовать. Ну, вас нафиг. А, может быть, мы их просто... Ребят, давайте мы им просто скажем привет, чуваки, нет таких действий. Приветствовать дружески. Ну, давайте его просто поприветствуем. Может быть, так засчитается. Девочку эту тоже будем приветствовать. И у нас есть задание осмотреть глаза больного. Вот как раз потом пойдем и займемся этим. К сожалению, мне сегодня придется полный рабочий день пробыть с Эйприл. Потому что, как я поняла, что если мы раньше уходим с работы, то нам повышения не дают. Вот в прошлый раз я раньше ушла с работы, хотя мы выполнили все задания, но все равно повышения мы не получили, хотя вообще как бы должны были. Так, и нам нужно еще осмотреть глаза больного. Давайте мы Трейси осмотрим глаза, потому что она единственный наш родственник, что ли, в этой огромной больнице. Давайте осмотрим ей глаза. Ребят, кем она приходится, наша Эйприл? Я сейчас вообще запутаюсь. Получается, она у нас дочка Саманты. Саманта была двоюродной сестрой Андрея. А, то есть, получается, они между собой троюродные сестры. Отлично. Я, видите, как быстро, ну, не знаю, сразу сообразила, кто они. Ну, честно говоря, в городе уже очень много симов, и все они друг к другу практически кем-то приходятся, какие-то родственники, что сразу сходу так и не скажешь. Ну, вот они, в общем, троюродные сестры друг к дружке. Осмотреть уши. Ну, давайте уже тогда основательно осмотрим нашу Трейси и узнаем, чем она болеет. Взять мазок. Опять взять мазок. Ну, давайте у кого-то другого возьмем мазок. Семен Капустин. Ну, что это за симы такие? Мы их не знаем. Не хочу я их лечить. У нас тут родственников полгорода, а мы должны лечить непонятно кого. Передать пациента. И я не знаю, как, ребят, эти действия выполнять. Пациент не передается. Я так понимаю, что если мы передаем пациента, то Мия должна прийти и начать его лечить. О, вот она, соизволила. Давайте еще раз выполним действия передать пациента. Не надо отжиматься. Ты что, это что, Даррен, настолько на тебя повлиял? Мы позанимались спортом, и теперь ты решила даже на работе этим заниматься. Не надо. Передавай пациента Мии. Пусть она все-таки вылечит нашу Трейси. О, ребят, а все отлично. Мы уже знаем, чем ее лечить. И дадим лекарства для лечения лучистых глаз. Смотрите, по-моему, Эйприл сама поставила диагноз. Или все-таки это Мия. Но Мия к ней даже не подходила. Как она могла поставить этот диагноз? В общем, все, Трейси, выздоравливай. Все будет отлично, не переживай. А нам нужно взять мазок и проверить температуру. Ну, пойдемте, ладно, давайте мы... Так, у этого мальчика мы уже мерили температуру. Давайте у этого мужика мы возьмем мазок и измерим температуру. Да, померяем температуру. И надо еще кого-то поприветствовать. А мужика... О, и мужика мы поприветствуем. Отлично. Сейчас мы тебя вылечим. Да, не переживай. Наш Эйприл классный врач. Сейчас всех излечит, исцелит наш доктор Эйприл. Ну, что они ходят? Я их вообще не знаю. Что наши знакомые не идут? Жалко очень. Я когда играла в летсплей на работу, у меня там Рубчик был доктором. Я очень любила, когда приходят знакомые наши лечиться, потому что как-то чужих симов не так лечить, не так интересно лечить. Дать пациенту лекарства и анализировать образец. Анализировать образец мне, честно говоря, не очень хочется, потому что на это времени уходит много. Ну, а это всего лишь одно действие. Гораздо проще узнать самочувствие и тоже засчитается нам действие. Давайте узнаем самочувствие. Вот. И до 15 часов мы работаем. Да, у нас, к сожалению, еще пока только 13. И придется нам целый день пробыть здесь. И, как вы видите, продуктивность не особо повысилась у нее. Опять передать пациента. Ну, давайте опять мы передадим ее доктору. Не знаю. Возможно, ребят, напишите, стоит ли мне проматывать время, когда работает наша Эйприл. Потому что вот если в больнице есть наши знакомые пациенты, то есть, если, допустим, пришли бы там, ну, я не знаю, Бейкеры, пришли бы Рейджи, и, конечно же, было бы намного интереснее их лечить. Ну, хотя вот Трейси-то пришла. А так, не знаю, если вот в больнице другие симы, стоит ли, может быть, мне проматывать это время, пока Эйприл работает. Так, передать пациента. Чего он не передается и почему это действие не засчитывается? Эйприл, иди еще раз передай пациента. О, Аника пришла. Наконец-то. Хоть кто-то из знакомых. А что-то заболело-то? Не знаю, что-то она приболела. Грустная у нас какая-то. Хотя не очень грустная, на лице даже все нормально. Может быть, они излечились? У них на лице, вот кроме этого мальчика, вроде бы нет никаких пятен, никаких признаков болезни. Так, пациент у нас не передается. Давайте мы возьмем Анику, отправим ее на койку и будем, в общем, ее лечить. Спросим, что там у нее случилось и почему она болеет. Так, остался нам один час. Я не знаю, наверное, до золота мы не получится у нас что-то прокачаться. Как-то в этот раз медленно у нас идут эти действия. Пациент тупо не передается. Я уже три раза подходила к Мие, пыталась ей хоть кого-то передать, но что-то никто не передается. Дольше я сегодня оставаться не хочу. Сейчас мы что, мальчика прогоним? Мужика прогнали. Смотрите, сколько коек пустых, свободных. Но мы прогнали мужика и говорим, Аника, располагайтесь. Блин, ну вот и что нам делать-то? Я не знаю, лекарства мы ей дать не дадим. Давайте возьмем у нее мазок, а потом как-нибудь потом что-ли проанализируем. Потому что мне сейчас по идее... Ой, даже мазок взять не смогли. Мне сейчас по идее самое проще это передать ее другому доктору, чтобы Мие ее полечила. Так как у Эпиа еще опыта недостаточно. Но Мие что-то не хочет брать. Вообще обнаглела. Не хочет брать пациентов. Может быть, потому что она знает Анику. Вообще ты же Анику знаешь, вы же вместе на похудейке были. Худели вместе. Могла бы пойти ее и полечить. Вот наглая. Она же у тебя парик никогда не крала. Это Блэр у тебя парик там тырить пыталась. А Аника никогда ничего никому не делала плохого. Иди ее полечи. Эйприл, скажи ей, пусть полечит пациента. Нам действие засчитается. Аника вылечится. Все вообще в плюсе останутся. Во, наконец-то передали мы пациента. Осмотреть уши больного. Ну, давайте я попробую дать это действие. Осмотреть уши. Но я боюсь, что мы не успеем его выполнить. Так как до конца рабочего дня нашей Айприл осталось 7 секунд. Думаю, что за 7 секунд она ушки не осмотрит. И, в общем, повышение нам в этот раз, видимо, не светит. Я, честно говоря, очень расстроилась. И не потому, что повышение не светит. Повышение это такое дело. Блин, 200 симмиллионов. Это вообще, это отстой, конечно. Очень мало мы заработали. Но будем надеяться, что наша Айприл хотя бы немножечко продвинулась. И ее производительность труда повысилась. Да, я расстроилась не из-за того, что мы повышение не получили. А от того, что в больнице как-то не очень весело. Мы теряем много времени. Я думала, что сегодня там доктор будет. А мы с ним как-то пообщаемся. Но доктора, блин, не было. Это, конечно, плохо. Ладно, ребят. Все, тогда буду я заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.